Руслан Махавдевич, по Вашим ощущениям, быть может у Вас есть какие-то сведения от Ваших давнишних контактов в Москве или около Кремля? Война в этом году завершится или в следующем? И в принципе завершится ли в ближайшее время война России против Украины? В этом году точно, я думаю, не завершится. Точно все знает только Всевышний. При всем этом все предпосылки к тому, что война в этом году не завершится, предпосылки имеются. По моим расчетам, по моим прогнозам, я думаю, что осенью 2025 года все-таки, если даже не будет подписан договор о капитуляции, в любом случае уже мы совершенно очевидно должны видеть окончание и поражение России. Почему? Потому что прежде всего я исхожу и опираюсь на расклад, который имеется не только, скажем, в военно-промышленном паритете, а прежде всего, пожалуй, экономика. Экономика, которая является той частью, которая насыщает и войну, и снаряды, и патроны, и бюджет тех людей, которые обеспечивают логистику, обеспечивают функционирование, государственные машины, управление и, собственно говоря, социальные службы той или иной страны и Украины, и России. Поэтому, ну и вот здесь, я думаю, по крайней мере, я еще раз свои ощущения и свои ожидания говорю, 5 ноября — это та черта, за которой должны последовать действия, которые должны будут подтверждать мою вот эту построенную конструкцию последующих действий и тех событий на фронтах и, собственно говоря, на российско-украинских вот этих взаимоотношениях имеется в виду. То есть 5 ноября текущего года — день американских, президентских и не только... Абсолютно верно. Я думаю, что сегодня мы все откровенно давайте будем и говорить, люди, которые болеют, люди, которые стоят за Украину, мы все недовольны, что Америка и Европа поддерживают Украину не в достаточной мере. Они действительно поддерживают так скупо, что порой удивляются, а не являются ли они сторонниками России и специально гонобят Украину. Настолько это похоже. Но в действительности, когда мы начинаем анализировать ситуацию самой Америки, собственно говоря, когда мы разбираемся... Давайте честно скажем, для президента Соединённых Штатов Америки прежде всего важно, что о нём думают граждане Соединённых Штатов Америки. Для кандидатов в президенты, для политиков США абсолютно важно настроение и, откровенно говоря, какие-то действия в отношении действующих политиков. То есть они, прежде всего, всё, что они делают, строят, исходя из того, как... На своём интересе, да. Да, у нас на своём интересе. Но, Руслан Махаврич, смотрите, с одной стороны, это, конечно, так. Но мы видим, что Байден не приезжает, когда и Зеленский в Берлин. Сейчас только приедет на встречу, будут вестись снова какие-то консультации о дальнобойных ракетах, о их применении. Шольц уже что-то там хотел звонить Путину, сообщает издание БИЛЬЧ, что он хочет отказаться поставить Украине тяжёлую бронетехнику. А с другой стороны, если мы говорим об экономике, Владимир Путин и его премьер Мишустин готовят бюджет. Бюджет абсолютно милитаризованный, где 30% от ВВП на оборону и на силовиков. И у меня возникает тогда логичный вопрос. А нужно ли Путину, чтобы эта война завершалась? Или ему нужна извечная, изнуряющая война без пауз? Вообще-то в сегодняшней ситуации Путину нужна война. Она ему нужна, потому что он потерпел поражение. Он не сделал то, что он заявил в начале. Три дня взятия Киева. То есть, как бы они там через пропаганду не пытались бы обмануть, ну скажем, даже ватная русская фашистская часть населения, а их кто бы там не пытался бы, огромное количество, огромное. Действительно, 70-80% русского населения, они являются сторонниками уничтожения, захвата Украины. Поэтому с этой точки зрения, конечно, Путин никогда не будет останавливать войну. Как только война остановилась где-то на, скажем, на перегоне, где-то, скажем, там же в Донецке или же на Донбассе, в любом случае вопросов к Путину будет очень много. С этой точки зрения, да. Да, мы видим, что Путин увеличил на 22% бюджет, хотя прогнозы, это важно, мы должны об этом слышать, в 2023 году прогнозы Министерства финансов Российской Федерации на бюджет 2025 года было заложено, они объявляли, что значительно меньше даже на войну, чем на 2000... Да, поэтому все исходится из того, что ситуация не меняется. Давайте все-таки будем исходить из того, там все-таки 5-го числа у Байдена будут развязаны руки. Мы же хотим победы, поэтому мы ждем победы, мы ждем, когда-нибудь вот они начнут то, что они обещали. Они же обещали, тот же Байден обещал, обещал, что Америка будет идти до тех пор, пока Украина не победит. Если в свое какое-то время было, что не допустится поражение Украины, там из-за внутренней, скажем, проблемы помощника президента и руководителя Госдепартамента, то в конце концов он заявил, что до победы Украины. Давайте будем ожидать, по крайней мере, я ожидаю, что вот этот дальнобойный, то есть ракеты средней дальности будут выделены, они не будут каким-то образом обременять Украину запретами. Я, по крайней мере, на это рассчитываю. Ведь как бы там ни говорили, я извиняюсь, Харрис и Трамп, они достаточно близко идут друг к другу. И вот здесь они, обостряя ситуацию, боятся, что Харрис может это навредить. Это тоже надо учитывать. Руслан Махабдеевич, я правильно понимаю, если Путин завершает войну или она останавливается, то Путину конец? Да, без сомнения. Как бы то ни было, сразу он будет пытаться, что мы победили, мы это сделали, но ты знаешь, как в той русской поговорке, внутри у каждого человека останется такой глубокий осадок, который в конце концов вылезет наружу. Хотя я, в том числе, мы многие говорим, русские не способны к революции. Самое большое, что они делают, это бунт. Так вот, как бы то ни было, это уже будет не та Россия, это уже будет не тот пипл, которым управлял Путин. Он обещал победу, и он его не сделал. И за это его будут... Вы знаете, вот это, Александр, это важно. Если бы он половину России уложил бы, они вот 50 миллионов он с мести принес бы и победил бы Украину, ему все простили бы. Поражений нет. Поражений нет. Друзья, мы сейчас продолжим, а вы пока подписывайтесь на все наши YouTube-площадки, ставьте как можно больше лайков и комментариев, полято нашей беседой. Уже это делайте, пожалуйста. Руслан Махабдеевич, давайте поговорим с вами о Северном Кавказе. Кадыров объявил кровную месть Сулейману Керимову, выходцу из Дагестана, олигарху. Объявил он кровную месть еще двоим депутатам Госдумы, аварцу, ингушу, если мне не изменяет память. Ну, короче говоря, уже полыхает все. Ингушетия, и Дагестан, и Чечня. Во-первых, что означает совосочетание «кровная месть» в исполнении Рабзана Кадырова? И второе, заполыхает ли, на ваш взгляд, Кавказ теперь? Давайте с конца ответим. Нет, Кавказ от того, что Кадыров, Керимов, Меликов и все остальные там, как бы там не передрались бы, как бы они не пересолились бы, Кавказ в равной степени ничего не случится, потому что в этом конфликте будут участвовать небольшое количество той вооруженной банды, которую они сколотили вокруг себя. По крайней мере, остальные регионы, кроме Чеченской Республики, имеют в качестве охраны какие-то банды, не больше. Теперь давайте дадим определение, что такое кровная месть. Вот в этом словосочетании контрольное слово «кровная», то есть кровь, и от этого следует, что для того, чтобы объявить кровную месть, надо чью-то кровь пролить, и не просто пролить, а пролить, убить человека. Вот в таком классическом понимании объявления кровной мести это именно убить человека. Здесь нет. У Кадырова есть к этим людям претензии. Эти свои претензии в разных выступлениях он формулировал таким образом. Один раз он говорит, «У меня есть подозрение, что вы меня пытались или заказали, и в связи с этим мне от вас нужны объяснения». В одном случае. В втором случае он говорит, «У меня есть свидетели и есть доказательства того, что вы меня заказали, и в связи с этим я с вами буду строить соответствующие отношения». Вот два определения, которые… И вот эти оба определения, они не входят в кровную месть. Почему? Потому что Керимов не убил Кадырова, не убил его сына, не убил его брата. Он в этом направлении не убил никого. А теперь давайте вообще вернёмся в основу, собственно говоря, откуда. Это идёт бизнес-спор. И вот в этом бизнес-споре, да, есть жертвы, есть убитые, раненые, есть в этом споре, это уже отдельный разговор. Но вот здесь Кадыров тактически переиграл своих противников. Каким образом? Он на самом деле навязал на них чувство вины. Чувство вины, он их обвинил в том, что было это или нет, я не могу сказать. Я, скорее всего, убеждён, что этого вообще не было в природе. Но как бы этого не было, он их обвинил в том, что они хотели его убить. Но я думаю, что он не просто так обвинил, а он их обвинил перед Путиным. Смотрите, Руслан Махавдевич, это очень интересная история, если дальше разбирать. Понятно, что мы сейчас отталкиваемся от конфликта вокруг Валдберрис, этого маркетплейса, этой площадки на 7 миллиардов долларов, которую хотели просто растащить по кускам отдельно Кадыров и Золотов, глава Росгвардии, который его поддерживает, а с другой стороны Сулейман Керимов и Кочнев, глава Федеральной службы охраны президента Российской Федерации, который отнимает сейчас весь крупный бизнес, автодилера Рольф и прочее, прочее, прочее. И, соответственно, возникает вопрос, это же конфликт не Кадырова и Сулеймана Керимова, это конфликт внутри путинских силовиков. Почему этот конфликт начался сейчас? Раз. Почему он масштабируется? Два. И означает ли это, что эти российские силовики почуяли запах слабости, исходящий от Владимира Путина? Условно, что Акела промахнулся. Приятно говорить с человеком, который мыслит глубинно. Дело в том, что действительно, вот такие происшествия, когда ФСБшники отжали у Следственного комитета, когда Следственный комитет отжал у генерала МВД, посмотрите их, огромное количество. Здесь шум из-за этого, во-первых, там мигранты, мигранты, это очень важно, это тема, которая имеет очень большое значение. И теперь я хочу, уважаемые зрители, вам напомнить, официально жена, одна из сторонников вот этого конфликта заявила, что её муж вывел 3 миллиарда долларов оттуда. То есть сторона Кадыру, она уже заполучила почти 50% тех ресурсов, которые они, собственно говоря, из-за которого спорили. Но вопрос заключается в другом, Александр, что его здесь поднял. Это слабость Путина, это очень важное сообщение для людей и для общества. Это слабость Путина. Раньше никогда они бы себе не позволили бы опуститься, дойти до того, что они будут между собой разбираться. И не только в Чечне что-то взрывать, но и возле Кремлёвской башни убивать людей. Вот здесь ты знаешь, где убивать. Вот, кстати, в Чечне, вот когда говорят, заправку взорвали, абсолютная ложь и враньё. Это техническая неисправность, просто так из-за этого взорвалась заправка. И к великому сожалению, я выражаю свои соболезнования, много убито там школьников. Дети погибли там. Вот этот баллон газохранилища, он вылетел, и он прямо полетел туда, убивая на своём пути всех. Это не было никакой предупреждений, это никакой не сигнал. Просто когда люди, не зная ситуацию, фантазируют, это не соответствует действительности. Вот здесь сейчас мы с тобой очень важную вещь говорим. Путин сейчас и не успевает, и, собственно говоря, у него и авторитет не тот, и, собственно говоря, он сейчас и не лезет в эти разборки, чем занимается его окружение. Давай скажем так честно. Плевать-то он хотел, что они сейчас делают. Главное, они самое важное выполняют. Они преданы ему. Они преданы ему. Сейчас Россия находится, Путин находится на таком уровне, когда он уже вот такие хозяйствующие проблемы, а бизнес-разделы это такой из категории хозяйствующих проблем, он уже туда не вникает. Но как бы то ни было бы, это слабость Путина. Это серьёзнейшим образом Путин потерял и вес, и влияние, и авторитет.